МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я думаю, что сегодня для законов останется там час. Возможно. Ну, а как вы знаете, если законы первого чтения рассматривать, у нас только вопросы задают 35 минут. То есть вот сколько можно по регламенту рассмотреть закон. Но я о другом хотел бы сказать. К сожалению, лосинная охота, которая идет за партией с 19 сентября, суть ее заключается не в Рашкине. Потому что ни один ваш коллега и никто из вас не показал, как 15 ноября в заповеднике в Якутии сотрудник ФСБ, федеральный судья и судебный пристав убили 12 северных оленей в заповеднике и Соболе. Никто из вас, к сожалению, не открыл рта, когда чуть больше месяца назад в заповеднике, подчеркиваю, первый зам губернатора Рязанской области, вице-мэр Рязани и руководитель Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской области убили двух лосей. Опять же, никто из вас ничего не сказал. Но мы считаем, что вся эта истерия, она связана прежде всего с фальсификацией на выборах, которым, к сожалению, Генеральная прокуратура ни в своем отчете, ни в ответах, которые даются на наши многочисленные обращения, не желает заниматься нарушением грубейшим вопросов, которые во многих странах квалифицируются как захват власти, потом фальсификация на выборы. Я вам напомню, что политические партии, прошедшие в Государственную Думу, на один голос получают по 152 рубля. Мы считаем, что это вообще-то фальсификация с присвоением больших объемов государственных ресурсов, понимаете? Но этим прокуратура пока заниматься не хочет. И с нашей точки зрения, и поведение ваших руководителей, у нас нет оснований вас обвинять, когда они как бы по заказному принципу шельмуют партию с утра до вечера, что недопустимо. И мы будем, конечно же, этому противостоять. С нашей точки зрения, вам бы больше надо внимания уделять ситуации с убитым первичным звеном здравоохранения. Потому что по нашему глубокому убеждению, ковидная ситуация прежде всего связана с убийством вообще первичного звена здравоохранения, с отсутствием терапевтов. У нас во многих местах осталась четвертая часть от необходимого количества терапевтов, понимаете? Значительная часть даже имеющих терапевтов сегодня в связи с разницей в зарплатах перешли вообще-то работать ковидные госпиталя. Ну а естественно, вы же ни к одному врачу не попадете, если нет первичной медицины. Ну и конечно же, мы должны с вами понимать, что ситуация вообще в России накаляется в связи с международной ситуацией. И нам непонятно, когда президент ратует и провозглашает, в общем-то, правильные мантры о необходимости объединения общества, а разные его башни пытаются его разбалансировать. И эта ситуация, она вообще-то вызывает в обществе большую озабоченность, понимаете? Потому что мы уверены, что по мере приближения к выборам она может сильно перегреться и котел может не выдержать. Поэтому мы призываем более объективному выполнению Конституции и законов Российской Федерации и объективному рассмотрению вообще-то любой ситуации и с охотами, и с неохотами. Потому что вы можете в Инстаграм многих депутатов Государственной Думы увидеть их как героев над краснокнижными животными. Но в отношении их ничего не возбуждается. Понимаете? Поэтому мы считаем, что эта ситуация чисто политическая. В Государственной Думе на протяжении уже нескольких дней рассматривается, вот поступивши от генерального прокурора, такое представление, которое посвящено даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Рашкина Валерия Федоровича. И я должен сказать, я прочитал это дело, должен сказать, что из него все более-менее ясно. Рашкин, конечно, допустил целый ряд несуразных поступков совершил, неадекватных. Но это поступки, которые не влекут за собой ни уголовной, ни административной ответственности. Самое большее, что можно сделать, это привлечь его к ответственности партийной. Это наше, скажем так, внутрипартийное дело. Должен отметить, что, и Николай Васильевич об этом уже сказал, дело имеет особый характер. Особый характер, потому что вокруг него сосредоточены очень большие серьезные силы. Изначально были, еще до событий преступлений, уже до событий этих преступных, я их условно называю преступными, потому что так называют следствия, уже были подтянуты к этому месту немалые силы. Сразу после того, как произошел выстрел на месте происшествия оказывается оперативно-следственная группа в составе четырех человек из соседнего района, я обращаю внимание, что оперативно-следственная группа по действующему положению существует и создана для того, чтобы они принимали меры к раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. А здесь преступления не относятся к категории тяжкого. Далее хотел бы сказать, что по делу, на месте были понятые, сразу вдруг ночью появились. Здесь были сотрудники инспекции дорожной. Областной. Да, здесь были сотрудники областного управления охраной природы, и журналисты, операторы, и еще какие-то лица, ведомственная принадлежность которых так и не была установлена. По делу проведены в кратчайшие сроки аж шесть комплексных экспертиз, которые обычно один-два месяца проводятся, а тут в течение нескольких дней. И следственная бригада из 20 следователей, в их составе 3 следователя по особо важным делам областного уровня, сейчас расследуют главные следственные управления и Следственного комитета Российской Федерации. Обращаю внимание, что по России возбуждается порядка 2000 уголовных дел ежегодно, и все они расследуют лейтенантами, старшими лейтенантами полиции в форме обычного дознания в течение 30 дней. Поэтому мы полагаем, что дело, конечно же, приобрело политически мотивированный характер и предложение фракции по поводу того, о чем нас просит генеральный прокурор. Ну, во-первых, мы считаем, что мы не даем согласия на привлечение Валерия Федоровича к уголовной ответственности, потому что по данному составу преступления уголовная ответственность может наступать только при наличии умышленной формы вины. Такой вины в действиях Рашкина нет. Для того, чтобы судить человека за умысел, надо, чтобы он, так сказать, достоверно знал, что запрещено законом, запрещено в тот момент было действующими положениями в Саратовской области запрещена охота, что у него нет права на отстрела животного. Он знал все совершенно другое, да, его ввели в заблуждение, но он был убежден, что он ничего не нарушает. Закон предполагает, что здесь может быть только прямой умысел, но прямым умыслом и не пахнет, потому что Рашкин был убежден, что действует правомерно. Я обращаю внимание на то, что дача согласия на привлечение Рашкина к уголовной ответственности, на возбуждение дела в отношении Рашкина, повлечет за собой потом и обвинительный приговор, который, конечно же, состоится. И сейчас совсем не обязательно давать согласие на возбуждение уголовных дел. Следователи могут продолжать и без такого согласия расследование. Дело по факту возбуждено. Ну а закончат расследование с полными материалами, пусть приходят в Думу. Дума еще раз может рассмотреть все это и, так сказать, решить вопрос о том, что, о том давать ли согласие на привлечение его к ответственности уголовной или нет. В конце концов, Дума, даже придя к выводу о наличии состава преступления, могла бы проявить милосердие и простить Рашкина, попросту говоря, не давая согласия на привлечение его к ответственности уголовной. Ну, надлежит отказать и в производстве обысков, потому что нет достаточных данных, непонятно, что собирается искать, а это надо объявлять. Ведь в своем документе должен был объявить нам прокурор. Собираются что-то искать в помещениях, в служебных помещениях, в которых Рашкин размещался. Это Государственная Дума, это Центральный комитет партии, это все московские партийные организации и это еще множество всякого рода помещений. То есть предполагается, видимо, организовать террор против партийной организации. Ну и мера пресечения в виде запрета определенных действий, тоже здесь мы не можем дать согласие на применение такой меры, потому что это есть способ нейтрализовать Рашкина по-другому, мы это назвать не можем, выбить его из политической деятельности. Она не нужна, эта мера ни для чего. То есть запрет появляться в каких-то местах, запрет разговаривать по телефону, запрет с кем-либо общаться и так далее. Поэтому мы против этого постановления будем голосовать и я полагаю, что мы полностью будем правы. Здесь с нами присутствует также Ирина Николаевна Филатова, которая занимается защитой народного предприятия совхоз имени Ленина. И во время прошлого отчета генерального прокурора мы передали просьбу 336 работников этого совхоза, которые просят защитить их права конституционные перед бандой рейдеров. В последних трех недель мы все наблюдаем буквально массовую истерию во всех средствах массовой информации. Если посмотреть количество институционных выпусков, публикаций абсолютно во всех изданиях, то получается, что эта охота это чуть ли не главное политическое событие ноября месяца. И никаких проблем в стране больше нет. А тем не менее, как сказал Николай Васильевич, на прошлой неделе 336 человек, самых обычных людей, обычных граждан, сотрудников совхоза имени Ленина, обратились за помощью к генеральному прокурору. Это в буквальном смысле крик о помощи. На протяжении почти четырех лет предприятия разрывают, в буквальном смысле разрывают со всех сторон. То есть атаки идут и по хозяйственной деятельности предприятия, и в отношении старых давнишних сделок, у которых срок исковой давности уже истек. Но если раньше речь шла только о предприятии, то в последний год под удар попали самые обычные жители, и не только сотрудники этого совхоза. Вот первая партия исков поступила в арбитражный суд Московской области об отъеме жилья, об отмене сделок купли-продажи. Речь идет о программе поддержки молодых специалистов, которая утверждена постановлением правительства Российской Федерации. И в рамках этого постановления сотни тысяч людей по всей стране получали жилье по установленным ценам. И в данном случае в совхозе имени Ленина речь не идет ни о каких-то преференциях, ни о каких-то особых условиях. Люди в самом обычном общем порядке получали жилье. На прошлой неделе удовлетворен первый список. То есть суд присудил отнять и вернуть жилье у первого человека, у первого пострадавшего. Причем речь не идет о возврате средств. То есть если это решение останется в силе, вот эта вот практика может стать просто чудовищным прецедентом, который позволит использовать против не только людей, проживающих на территории поселка совхоза имени Ленина, но и на всей территории России. Но очевидно, средства массовой информации больше заботят инцидент именно с депутатом-коммунистом, а не с судьбами этих сотен тысяч людей. Потому что в средствах массовой информации ничего подобного мы не будем, к сожалению. Хотелось бы также обратить ваше внимание на то, вот синхронизированная атака на КПРФ, она идет, в общем-то, с начала предвыборной кампании. Если посмотреть, то у нас вот в Думу вы заходите, хоть во второй, хоть стоите рядом с третьим подъездом, там стоят странные люди с полосатыми флагами и со странными лозунгами. Они даже не знают, что КПРФ в 90-м году не было. А многие члены КПСС сегодня сидят в президиуме Государственной Думы, Совета Федерации, правительства и в администрации президента, понимаете? Но они пытаются нам инкриминировать какие-то дела, которых не было. Но в то же время руководители этой организации под названием НОД сегодня депутат Единой России. Уже не один созыв. И, кстати говоря, был председателем Комитета по экономической политике и непосредственно под его руководством принимались самые беспредельные законы как раз по приватизации, по банкротству и другим вопросам. И нам выглядит крайне странным, когда люди, которые сначала способствовали тому, чтобы 78 тысяч предприятий не стало, сегодня пытаются нам инкриминировать то, что сделали сами. Но это видно политика последнего времени. Кроме того, партию крайне возмущает, как сегодня нарушается регламент Государственной Думы. По нашему мнению, мы бы могли рассматривать в пять раз больше законов, если бы выполнялся регламент Государственной Думы и не было комментариев. У нас 53-я статья регламента запрещает председательствующему прерывать выступающего, комментировать выступающего. Если он это хочет сделать, то 53-я статья пункта РУ говорит, он должен в общем порядке в рамках своей фракции записаться на вопрос или на выступление и выступать. А у нас сегодня получается театр одного актера. Председатель выступает по половине заседания, комментируя все вопросы и все выступления, что недопустимо. И мы считаем, что это является главным тормозом. Кроме того, как мы считаем, по сговору еще с некоторыми псевдооппозиционными партиями допускаются грубые оскорбления депутатов, что также является недопустимым. И по нашему регламенту председательствующий обязан сразу отключить регламент, а комиссия по этике обязана рассмотреть и даже без заявления депутата. Но этого не происходит. Поэтому мы думаем, что это синхронизированная политика, которая ни к чему хорошему не приведет. Но вас призываем объективно освещать то, что вы услышали, и не интерпретировать наших высказываний и выступлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова